В сквере Симферополя звучат еврейские народные песни. Главный раввин зажигает минору, специальную свечу. Так начинается празднование светлой хануки. Это большая история нашего народа. Первое зажигание ханукальной свечи, которая дает нам мир, добро и так далее. Я пользуюсь случаем, что очередной раз нахожусь в Криму. Поздравляю всех крымчан, всех евреев Крима, а также весь крымский народ с этим замечательным праздником ханука. Вечер продолжается в Крымском государственном музыкальном академическом театре. Здесь награждают лауреатов премии года Орна Тиква «Свет надежды». Премию проводят впервые в честь священного праздника и 30-летия со дня основания еврейской общины на полуострове. Представили 12 номинаций. Среди них – просветительская деятельность, журналистика и благотворительность. Я хочу пожелать нашему конкурсу, нашей Орна Тикве, светлого будущего. Чтобы у нас было много номинантов, чтобы у нас было очень много людей, которые хотят трудиться, творить, для того, чтобы всем было жить хорошо и светло. За достижение в культурной деятельности почетную грамоту получает Зарема Алиева, старший преподаватель кафедры музыкального искусства в Кипу имени Февзия Кубова. Очень ценю нашу дружбу между нашими национальностями. Наш Крым многонационален. И я считаю, что мы должны жить огромной, большой семьей. В номинации «Открытый мир» победителям определили телеканал «Милет» и поблагодарили руководство за вклад в развитие еврейской культуры на полуострове. В церемонии вручения. Номинация «Открытый мир». Ханука – священный праздник свечей. Когда был разрушен еврейский храм, не было масла, чтобы зажечь священную минору. Случайно найденный сосуд должен был гореть один день, но вместо этого он прогорел 8 суток. Свершилось настоящее чудо. Без чудес была бы скучная и неинтересная жизнь, хотя сама жизнь – это чудо. И то, что сегодня происходит на этой сцене, наверное, это чудо вдвойне, потому что это впервые. И есть надежда, что это будет из года в год умножаться и развиваться. Празднование в Крыму продлится 8 дней. Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, телеканал «Милет».